Ситуация на минувшие сутки не изменилась. Обстрелы с позиций вооружённых сил Украины не прекращались. В основном были в районах населённых пунктов Зайцево, Есиноватая, Спартак, Яковлевка, Жабичево, Крутая Балка, Весёлая, Еленовка, Сигнальная, Саханка, Ленинская, Октябрь и район аэропорта города Донецка. За прошедшие сутки нами было зафиксировано 674 раза нарушение режима прекращения огня. Из-за этого количества применялось миномёты различного калибра 250 раз, БМП 41 раз, зенитные установки гранатомёта и стрелкового оружия 383 раза. В результате обстрел со стороны вооружённых сил Украины населённого пункта Коминтерного получил повреждение жилой дом номер 14 по улице Ахматовой. Также без вето осталась вся улица. В данное время ведутся восстановительные работы. В результате обстрелов со стороны вооружённых сил Украины наших позиций ранений получили двое военнослужащих. Наша разведка продолжает выявлять запрещённое вооружение противника вблизи линии соприкосновения. Так, в районе населённого пункта Славянка, 12 километров от линии соприкосновения, выявлено местохождение 852-мм в ГАУ. Данные были переданы представителям ОБСЕ и СИГК. Сегодня в районе населённого пункта Ясеноватое в результате диверсии были нарушены линии связи, из-за чего у жителей республики отмечается перебой из сотовой связи и с выходом в сеть интернет. Мы предполагаем, что Украина заблокировала доступ жителей ДНР к одному из ключевых магистральных операторов сотовой связи. Временно недоступен оператор ЛАЙФ из-за обрыва линии. Возможно также переводья в сети, так как многие компании-операторы в ДНР пользуются услугами Евротранс Телеком. Данные шаги, как организация продовольственной блокады и нарушение транспортных сообщений между жителями Донбасса, является абсурдом новой украинской власти. Мы предполагаем, что нарушение линии связи осуществили лица, причастные к блокаде Донбасса, и это отвечает сегодняшней повестке дня митингующих в Украине. Вероятнее всего, националистам прислевалась цель исключить возможность получения правды населением Украины, а преступления украинской власти на Донбассе. Кроме того, наша разведка отмечена прибытием в район расположения 72-й бригады, лично состава 15-го батарея на 58-й бригады, это район Обдей. С целью проведения ротации вследствие понесенных потерь в районе данного населенного пункта. И это все происходит, несмотря на лживые заявления заместителя командира 72-й бригады Самарска. Он заявил о том, что у них все хорошо, уходить никуда не будут, они самые лучшие воины на земле. Но к 25-го марта ротация полностью произойдет. Он, кстати, сегодня выложил в интернете сообщение, обращенное лично ко мне, о том, что я обманываю, хватит обманывать. Они вот, у нас уже были киберги в аэропорту, если вы помните, но что-то из этой серии только они сейчас киберами себя не называют, они сейчас называют истинными героями нации. Так я хотел бы ему сказать о том, что если он плохо знает, что происходит в его подразделении, то пусть звонит мне, я ему расскажу. У нас сообщение, наверное, в этом плане поболее, чем у него. Когда у них ротация и почему. Поэтому пусть он лучше оправдание будет искать для матерей, жен, тех погибших, которые здесь еще, если они будут оставаться, как он говорит, останутся здесь, на этой земле, а не для меня. Кроме того, в районе населения Пута Авдеевка нами зафиксирована перестрелка между подразделением 1-го батальона 72-й бригады и боевиками правосектора. В частности, по приказу командования АТО, замком Рига Самарский, своими силами он попытался заплакировать выезд одному из автобусов с боевиками ДУК правосектор, направляющихся в город Киев, для участия в антиправительственных беспорядках. После остановки транспортного средства, боевики правосектора от аргументов перешли к стрельбе. В результате чего был убит на месте младший лейтенант Вооруженных сил Украины Максим Гринчишин. В данном случае, Вооруженные силы Украины открыли ответный огонь по автобусу с боевиками. В ходе перестрелки двое правосеков были убиты, трое получили ранения. Данный факт будет тщательно скрываться от общественности, чтобы не спровоцировать обострение ситуации в Киеве. Все факты говорят только об одном. Официальный Киев не желает прислушиваться к мнению мировых лидеров и полностью игнорирует взятые на себя Минские соглашения. Предпринимая различные попытки под дестабилизацией ситуации на Донбассе, Украина стремится поднять свой имидж в лице стран Запада. Мы готовы постоять за родной Донбасс. Мы не отдадим ни пяди нашей земли. Мы за мир. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok